Братья и сестры, я всех приветствую. Знаете, вот еще одна из особенностей нашего времени в том, что мы вот с вами очень много слушаем именно проповедей. И мы слушаем проповеди не только вот в нашей поместной церкви, но я уверен, что в течение недели, может быть, не один раз мы обращаемся, может быть, к любимым проповедникам, может быть, к проповедникам, которых нам рекомендуют, и мы слушаем с вами проповеди. Ну, или у нас с вами достаточно хорошее представление о том, что является хорошей проповедью, какой должна быть проповедь, потому что мы с вами можем сравнивать одно с другим. Вы знаете, друзья, вы никогда не задумывались о том, вот интересно, какие проповеди были в Ветхом Завете? Или вот даже вот при нашем с вами понимании Ветхого Завета, ну, о чем можно было проповеднику проповедовать в израильском народе, когда вот жили во время Ветхого Завета. Вот почему я так говорю, друзья, у меня такое вот желание на сердце предложить несколько проповедей именно из книг Ветхого Завета. Я даже вот попытался найти такую связующую тему всем этим проповедям, она будет называться «Как люблю я закон твой». Я сегодня об этом немножко скажу, что значит «любить закон Божий» именно вот языком людей Ветхого Завета. То есть это будет несколько проповедей, которые мне очень хотелось бы посвятить вот изучению некоторых книг Ветхого Завета. Ну и начну я вот, может быть, с такого сюрприза, может быть, с одной из неожидаемых книг, да, на которую можно проповедовать, друзья, это книга «Второзакон». Я сегодня хочу объяснить, почему, друзья, почему она интересна, почему она может подпасть вот в эту категорию, вот книгу, которую можно любить вот всем сердцем, или вот то, что будет говориться. Ну, друзья, вы знаете, у нас есть несколько вот таких вот интересных личностей в Священном Писании, примеров людей, вот которые перед своей смертью вот что-то кому-то говорили, благочестивых людей. Помните Иаков, да, патриарх Иаков собирает своих сыновей, и каждому он дает благословение, да, вот такие очень глубокие, серьезные слова. Мы с вами помним Иисуса Навина, который тоже перед своей смертью собирает народ. И вот 24 глава, вот книга Иисуса Навина говорит о том, что это была последняя речь Иисуса Навина перед смертью. А больше того, друзья, у нас есть наш с вами Спаситель, Господь Иисус Христос, который также перед своей смертью собирает своих учеников, да, и вот он с ними имеет вот этот ужин, во время которого они общаются, и он что-то им говорит. Ну, дело в том, что, друзья, вот книга «Второзакон» — это тоже сам. Ну, между прочим, может быть, я удивлю вас, друзья, что книга «Второзакон» — это пять проповедей Моисея. То есть, если вы хотите вот что-то понять о проповеди Ветхом Завете, друзья, вот о том, какие были проповеди, о чем проповедовали проповедники Ветхом Завете, вот книга «Второзакон» — замечательный пример, потому что вся книга из себя представляет пять проповедей Моисея. И вот у меня такое желание, друзья, как-то, может быть, выборочно посмотреть на то, о чем проповедовал вот этот вот человек. Вы знаете, чем оно особенно, вот эта вот книга «Второзакон»? Немножко можно сравнить вот Моисея и апостола Иоанна. Ну, вот, к примеру, апостол Иоанн пишет свое Евангелие в преклонном возрасте. Ну, вот так вот предполагают на конец первого века. То есть, у самого апостола Иоанна было, ну, 40-50 лет для того, чтобы подумать о жизни Господа. И вот Евангелие, он пишет, вот как результат всех этих размышлений на протяжении, там, этих многих десятилетий. То же самое, друзья, это Моисей. Вот свои пять проповедей, книга «Второзаконие» он произносит вот перед израильским народом после 40 лет размышления над тем, что значил исход из Египта. Я думаю, просто как-то заинтересовать вас хочу. Конечно, друзья, вот я думаю, если бы мы с вами вспомнили возраст Моисея, как бы нас насторожило, да, друзья, ну, ему было 120 лет. Ну, скажите сегодня, ну, простите за такое, может быть, немножко иронично, мы не всегда готовы слушать пожилых людей. Ну, потому что не всегда пожилые люди, да, друзья, могут, ну, по-настоящему вот что-то передать. Я без осуждения говорю. Но, друзья, Моисею было 120 лет. И это был замечательный проповедник. Проповедник, то есть, ну, с другой стороны, друзья, пожилым людям есть что сказать, и есть пожилые люди, которые могут что-то сказать. Ну, вот Моисей – это мой пример. А позвольте вот обратить наше с вами внимание на первую главу книги «Второзаконие». Мы прочитаем первые пять стихов. Это будет как вступление вот к этой самой книге, друзья. И потом буквально вот несколько мыслей, вот конец этой главы из того, что вот о чем проповедует Моисей. Итак, первые пять стихов книги «Второзаконие». «Сие суть слова, которые говорил Моисей всем израильтянам за Иорданом в пустыне на равнине против Суфа между Фараном и Тафедом, Лаваном, Осерофом и Дизаговом в расстоянии 11 дней пути от Хариева по дороге от горы Сеирка де Сварни. С сорокового года, одиннадцатого месяца, в первый день месяца говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них. По убиении им Сигона, царя Амарейского, который жил в Есионе, Иога, царя Вассанского, который жил в Аштырофе, в Едрее, за Иорданом, в земле Моавицкой, начал Моисей изъяснять сей закон и сказал». Но, друзья, вот это вот короткое вступление ко всей книге показывает нам и характер, и содержание книги. И именно вот это вступление, оно как-то настраивает нас с вами к определенной форме чтений. Вот первая деталь, друзья. В основном, вот книга в Таразаконе, она состоит из провозглашения божественных истин. Однако, непосредственно голос Бога в этой книге звучит всего несколько раз. То есть, сам Бог в этой книге говорит всего несколько раз. Вступление предупреждает нас о голосе Моисея. То есть, мы будем с вами слушать проповеди Моисея. Книга в Таразаконе – это проповеди Моисея. Однако, этот голос – это не самостоятельный голос человека. Вот здесь, в третьем стихе написано, «Моисей говорит только то, что Бог повелел ему». Следующий вопрос, друзья, на который отвечает это вступление. Кому обращается Моисей? А или кто были адресаты этой книги? Два выражения, которые будут постояться в этой книге. «Все израильтяне и сыны Израиля». «Все израильтяне и сыны Израиля». Вот первое предполагает, что Моисей обращается к общине верующих людей. То есть, Моисей нашим языком проповедует в церкви, он проповедует в доме молитвы. И его слушают верующие люди. А с другой стороны, друзья, он напоминает им вот эту вот их этническую связь, что люди, которые слушают его, они потомки Иакова или потомки Израиля. А мы также с вами узнаем о времени событий, описанных в книге. Обращение Моисея, оно очень зафиксировано, ну точно зафиксировано с 40-го года, 11-го месяца, в первый день месяца, это третий стих. Вот согласно книге «Исход», друзья, выход народа из Египта знаменует начало истории Израиля. То есть, когда, в какой момент было начало истории израильской нации, израильского вот именно как государства, это был момент исхода. Но вот теперь, 40 лет спустя, 40 лет спустя, новое поколение потомков Иакова стоит у Иордана, готовое перейти, войти в Ханаан. Итак, из вступления мы с вами узнаем, кто говорит слова. Слова, записанные в книге, принадлежат Моисею. Кому говорит Моисей слова? Моисей обращается к верующим людям. И когда, говорит Моисей, эти слова? Через 40 лет после выхода народа из Египта. Кроме этого, друзья, вступление открывает нам еще и жанр книги. То есть, что это за книга? Как нужно понимать эту книгу? А как можно попытаться истолковать? Вот все здесь написано. И вот здесь я немножко прошу вас послушать о названии книги. Ну вот в наших библиях на русском языке это «второзаконие», друзья, или «повторение закона». В английском, «deuteronomy» – это латинское название, вот то же самое. То есть, «второй закон» или «повторение закона». Однако, друзья, ну вот почему вот я все-таки рискнул вот говорить на книге Ветхого Завета? Вы знаете, почему? А потому что вот в Ветхом Завете именно слово «закон», оно имеет несколько значений. А есть то, которое, знаете, вот значение, которое нас всегда пугает, как евангельских христиан. А вот закон в смысле правила и повелений. То есть, вот к этому мы всегда относимся негативно, да? То есть, «второзаконие» действительно включает в себя правила и повеления. Но вот книга «второзаконие», друзья, и вот форма, как обращается Моисей к народу, она показывает гораздо больше. Итак, вот какой жанр из себя представляет книга «второзаконие»? Вот давайте мы прочитаем два стиха из вот этого вступления. Первый стих, посмотрите, это слова, которые говорил Моисей. То есть, слова, которые говорил Моисей. Ну и пятый стих, друзья, «за Иорданом в земле Моавицкой начал Моисей». Посмотрите, друзья, «изъяснять» закон этот и сказал, то есть, «изъяснять» или «сделать ясным», «сделать понятным». Но, друзья, сегодня это проповедь. То есть, Моисей проповедовал. Он объяснял Божий закон людям. В Ветхом Завете, в книгах Ветхого Завета слово «закон» еще имеет одно значение. Это наставление, друзья. Это наставление. Не законодательство, а наставление. Можно как-то, знаете, попытаться назвать книгу «Второзаконие» каким-то новозаветным словом. Друзья, ну вот я подобрал, друзья, послушайте, это какой жанр книги «Второзаконие»? Ну, евангельское повествование. Ну, как-то звучит странно, согласитесь, да? Вот книга «Второзаконие» и евангельское повествование. Вот я надеюсь, вот при нашем с вами изучении этой книги вы как-то согласитесь со мной. Я думаю, это самое важное, знаете, друзья, самое важное, что мы с вами можем увидеть при изучении вот таких книг, как «Второзаконие» или при изучении вообще книг Ветхого Завета. Почему, друзья? Потому что и в Ветхом Завете законы Бога, правила повеления Бога, они всегда встроены в евангельское повествование. То есть у Бога нет закона без благодати. И в книгах Ветхого Завета законы Бога встроены в евангельское повествование. Вот, друзья, и в этих книгах мы с вами можем заметить Евангелие, можем видеть благодать Бога. И вот поэтому, друзья, мы можем любить эти книги. И вот самое вот мое горячее желание, друзья, чтобы вот эти книги Ветхого Завета мы, может быть, увидели глазами Давида, который, помните, сказал эти слова «Как люблю я закон твой, целый день размышляю о нем». А или слова того же Давида «В законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь». Вот мое желание вместе с вами научиться любить наставление Бога, включая и книги Ветхого Завета, чтобы как дети Божьи мы с вами вместе с Давидом могли часто повторять это. «Господи, мне нравится, когда ты учишь меня. Я люблю слушать наставления Твои, я люблю слушать о путях Твоих, я люблю вспоминать о личностях, которые говорят в Священном Писании, как люблю я закон Твой». Без евангельского повествования, друзья, законы, они останутся бременем, друзья, ну, в действительности законы Бога. Вот для благочестивых людей в Священном Писании они всегда-всегда были вот этим вот наслаждением. Итак, книга «Второзаконие» – это книга, в которой Моисей объясняет закон. То есть он не выступает здесь как законодатель, друзья. Вот больше того, вот представьте себе, Моисей в этой книге, вот говоря эти проповеди, он выступает как пастырь. Он выступает как пастырь народа. Вот представьте себе, он произносит свои последние проповеди перед уходом, да? То есть Моисей учит, а люди учатся. То есть он выступает перед народом как пастырь, произнося свои последние проповеди. И знаете, что он делает, друзья? Он умоляет, он увещевает израильтян, оставайтесь верными Богу после моего ухода. Вот о чем просит. Оставайтесь верными Богу после моего ухода. А позвольте напомнить, друзья, что вот и в Новом Завете Моисею определена именно вот такая вот роль. Давайте вспомним пролог Евангелия Теана, где прекрасно вот показана его роль в истории передачи Библии. Это Евангелие Теана, 1 глава 16-17 стихи. От полноты и вовсе мы приняли благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, а благодать и истины произошли через Иисуса Христа. Вот я прошу вас как-то посмотрите немножко по-другому на эти стихи. Вот смотрите, апостол Иоанн говорит о полноты Иисуса Христа. То есть вот когда Он явился, Он говорит, от полноты Его мы приняли. И затем вот это интересное выражение, благодать на благодать. Я попробую перефразировать, друзья, благословение за благословение. То есть у него Иоанн вот в своем разуме, он говорит, есть два великих благословения от Бога. И от полноты Христа мы приняли одно за другим. И потом он объясняет, он говорит, первое великое благословение от Бога – это закон. А второе великое благословение от Бога – это воплощение Иисуса Христа. То есть здесь не контраст между законом и благодатью, друзья, а контраст между посредниками благодати. То есть у Бога было два посредника, два великих посредника благодати. Моисей, который передал закон. В том смысле наставление, научение заповедям Божьим. И представьте себе, для Иоанна кульминацией всего было то, что Моисей. И выше Моисея только пришествие Иисуса Христа, только воплощение Иисуса Христа. То есть именно в этом, друзья, в этом смысле мы с вами можем увидеть эту великую благодать в книгах Ветхого Завета. А именно поэтому, друзья, основываясь на Новом Завете, мы можем изучать и открыто смотреть на эти книги, на книги, которые говорят о благодати Бога, на книги, которые передают нам сегодня с вами Евангелие. Итак, Моисей объясняет значение закона, который народ услышал на Синае. Но вот эту книгу, если будете когда-то читать книгу в Терозаконе, его проповеди, что они включают в себя? Ну, они включают в себя какие-то автобиографические воспоминания. Моисей много вспоминает свою жизнь, иногда с горечью, иногда, не боюсь сказать, что он злится, но он постоянно израильскому народу напоминает, из-за вас я не могу войти в эту землю. То есть у него есть автобиографические воспоминания. Очень много обзоров исторических событий. Вот точно так, как в Евангелии от Иоанна. А он говорит об обетованиях благословенной жизни за верность Богу. У него есть нравственные увещевания, и, конечно, у него есть предостережение против отступничества. Я думаю, именно об этом сегодня мы с вами говорим. То есть, друзья, все это попадает под рубрику «Закон». То есть, Ветхий Завет в целом, и в Трозаконии в частности, друзья, это не мертвые книги для верующих людей, для христиан. Это не мертвые книги. Ну, и еще одна такая маленькая деталь о книге и второзаконии. Ну, вы знаете, вот читая Евангелие, что Христос цитировал Ветхий Завет, да? И довольно часто цитировал Ветхий Завет. Друзья, вот, ну, попробуйте собрать все цитаты Христа Ветхого Завета. Знаете, что будет удивительно, друзья? У него была самая любимая книга. Книга второзакония. То есть, больше всего Господь цитировал из книги второзакония. Это была его самая любимая книга, самая любимая книга нашего Господа. Хорошо. Изучая второзаконие, друзья, мы можем увидеть Евангелие, знаете, в чем? Это божественная благодать, которую Бог оказывает недостойным людям. Божественная благодать, которую Бог оказывает недостойным людям. И вот эта вот книга, она очень хорошо покажет Бога, который искупил свой народ и возложил на него миссию излучать его благодать на весь мир. Точно так, как Бог сегодня относится к церкви Иисуса Христа. Ну, еще, друзья, хочу сказать, что в этой книге мы с вами видим вот такое вот пастырское служение в самом лучшем проявлении. То есть, Моисей, он по-настоящему был пастырь народа. Вот проповеди, я еще раз говорю, представляют собой прощальное выступление, вот человека, который в течение 40 лет был пастыром общины. Вот пастырем этой общины. Он направлял ее в самые трудные времена. То есть, когда вот все, что происходило с общиной, Моисей был там. А он был в центре, и он вел вот этих вот людей. Он очень хорошо знает свою аудиторию. Он очень хорошо знает своих людей, друзья. И вот он даже им говорит, что вот, когда я вас узнал, вы были мятежным народом. И он предупреждает их, я вот точно знаю, что когда я уйду, вы отступите от Бога. Он очень хорошо знает свою аудиторию. Но, друзья, вот так вот в Моисее воплощается вот это вот идеалы, идеалы вот настоящего пророка, настоящего вот служителя Бога. А помните из книги пророка Малахии? Закон истины был в устах его. Не было неправды, не обреталось на языке его. В мире и праведности он ходил со мной, друзья. И вот замечательные слова Моисея. Многих отвратил от греха. Моисей, друзья, многих людей отвратил от греха. И это замечательная часть вот служения Моисея. Но это немножко вступление, друзья, чтобы как-то заинтересовать, немножко рассказать об этой книге. А вот последующие наши рассуждения мы с вами посвятим некоторым деталям из первой главы. А именно исторические события, которые произошли в Кадес-Варни. И вот эту часть я бы хотел, как знаете, назвать под заголовком «это цена неверия». «Это цена неверия» или «цена без верия». Посмотрите, 19 стих, вот это первая глава. «И отправились мы от Харива». Вот в этой книге Моисей использует еще одно название «Горы Синай». То есть оно здесь чаще встречается, чем Синай. То есть Харив в книге Второзакония – это гора Синай. «И отправились мы от Харива, от горы Синай, и шли по всей этой великой и страшной пустыне, которую вы видели по пути горе Амарейской, как повелел Господь Бог наш, и пришли в Кадес-Варни». Ну вот Кадес-Варни – это местность, и вместе с горой Синай, вот Кадес-Варни, они разделяют ключевые исторические события странств Израиля по пустыне. Я напомню, что происходит в Кадес-Варни. Именно из Кадес-Варни были посланы разведчики. Именно здесь произойдет этот отчет вернувшихся соглядатаев. Именно здесь произойдет восстание Израиля против Моисея. И именно в Кадес-Варни Бог отвергает мятежное поколение израильтян. То есть Кадес-Варни стал поворотным пунктом в истории Израиля. Итак, вот мы еще говорим с вами о самом первом поколении израильтян, не тем людям, которым проповедует Моисей, а те, о которых он говорит. Хорошо? После двухлетнего путешествия народ наконец-то прибывает к месту назначения. То есть они прибыли в Кадес-Варни. А перед ними лежала земля обетованная. И вот теперь Моисей вспоминает, вот как отреагировал народ. Вот когда они пришли к границе обетованной земли, вот как отреагировал народ. Моисей вспоминает события, которые произошли 38 лет назад. И вспоминает это с удивительной подробностью. Вот что осталось в его памяти, друзья. 22-23 стихи. «Вы подошли ко мне и сказали, пошлем перед собой людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которых идти нам». Ну вот если будете читать параллельное место из книги Чисел, друзья, вот там повествование немножко отличается. И вот здесь очень интересно сделать выводы, друзья. То есть почему повествование отличается? Вот здесь Моисей говорит, что вот инициатива послать разведчиков пришла от народа. И инициатива, с которой он согласился, 23-й стих. Слово «это мне понравилось». То есть люди предложили, слово ему понравилось. Однако вот этот вот рассказ Моисея отличается от повествования книги Чисел. Скорее всего, друзья, ни одна история не передает полностью все, что произошло. Вот в этой версии Моисей соглашается с просьбой народа. По просьбе народа он выбирает людей от каждого колена, которые пошли в разведку. Но подробности, с которыми он теперь рассказывает о неверности народа, наводят на мысль, друзья, что возможно вот тогда, когда Моисей послал разведчиков, Моисей краски действовал по собственному желанию. Это было его собственное желание. И после 38 лет размышлений, похоже, он понял, какой это был неверный шаг. Или что это был неверный шаг. То есть в обычных обстоятельствах вот такая вот разведательная миссия могла бы иметь смысл. А Иисус Навин несколько раз посылал разведчиков в города, которые они должны были захватывать. Однако вот в случае народа в Кадес-Варни сразу после Божьего повеления идти и овладеть землей. Вот само предложение разведки, оно как раз-таки открывало или выдавало недостаток веры. Очень много говорит Моисей в этой книге о недостатке веры народа. 9 глава, 23 стих. «Когда послал вас Господь из Кадес-Варни, пойдите, овладейте землей, которую даю вам. Вы воспротивились по велению Господа Бога вашего. Не поверили ему, не поверили Богу, друзья, и не послушали глазах его. И, конечно, вот результат, вот миссию разведчиков, он подтвердил вывод Моисея. Вот описывается задание разведчиков, их отчет. Они пошли, взошли на гору, дошли до долины Исхол и обозрели ее. Взяли в руки свои плодов земли и доставили нам. Принесли нам известие и сказали, хороша земля та, которую Господь Бог дает нам». Итак, Моисей отмечает, что люди действительно пошли, поднялись в эту нагорную страну, разведали землю. И вот его воспоминания, вот он как-то вспоминает о сферонии. Он говорит, смотрите, друзья, разведчики отправились за информацией для определения военной стратегии. Когда вернулись разведчики, он говорит, что они нам принесли. Они принесли нам, показали плоды. То есть вернулись со свидетельствами плодородия земли. Разведчики сообщили, что земля хорошая, но тут же показали, что не считают ее достойной риска. Они называли землю хорошей землей, землей, которую дает нам Господь. Но здесь же отказываются принять эту землю из рук с Бога. Итак, с одной стороны, друзья, у людей было обетование Бога, а с другой стороны, в сознание народа начинают крадываться сомнения. А сомнения, которые из-за того, что вот слишком ярко вырисовываются препятствия. То есть есть обетование Бога, и вот слишком ярко начинают вырисовываться препятствия. Моисей вспоминает реакцию народа на ответ разведчиков. Да, друзья, я пускаю многие подробности. Он концентрируется на очень постыдном, вот на очень постыдном жизни израильского народа. Друзья, смотрите, он говорит, вы не захотели идти. После вот того, что сказали разведчики, вы не захотели идти. И больше того, посмотрите, он напоминает, это 27 стих, вы роптали в шатрах ваших. Вы роптали в шатрах ваших, говорили Господь по ненависти к нам. Вывел нас из земли египетской, чтобы отдать нас в руки амареев. То есть народ выражает свой бунт. Чем народ выражает свой бунт? Это верующие люди, друзья, вот этой вот речью. Речью в своих домах, где они обвиняют Бога в том, что Он намеренно пытается уничтожить их. То есть они жалуются друг друга на действия Бога, которые им, кажется, направлены против их. То есть Бог враждебно настроен к нам. Вот почему Господь привел нас в себя. Итак, кадес варни, вот что вспоминает Моисей. Неверие народа, ропот народа и обвинение народа в сторону Бога. Далее, друзья, какой же была реакция Бога? То есть как Бог отреагировал на это? В 34 стих «Господь услышал ваши слова, и посмотрите, как интересно написано, разгневался и поклялся, говоря». То есть у Бога было окончательное решение, выраженное даже клятвой. И условия вот этой вот клятвы можно свести к нескольким утверждениям. Ни один человек из этого злого поколения не увидит доброй земли, которую Бог обещал предкам. Было два заметных исключения, это халеф и Иисус Навин. То есть Моисей недвусмысленно заявляет о благосклонности Бога к этим людям. То есть Бог поклялся, что отдаст землю малым детям этого неверного поколения. А далее, знаете, что, друзья, происходит? То есть Бог объявляет о буквальном развороте истории Израиля. Это сороковой стих. «А вы обратитесь, то есть вернитесь, отправьтесь в пустыню по дороге к Черному морю». То есть пришли от Черного моря, а теперь история исхода аннулирована. А теперь вернитесь назад. То есть одним словом Бог говорит «всё, закончено, возвращайтесь назад». А затем, друзья, следует ещё один самонадеянный акт народа, о котором вспоминает Моисей. Да, люди как будто бы признались в грехе против Бога. И на первый взгляд их признание выглядело как очень серьёзный ответ на вот это постановление Бога. 41 стих. «И вы отвечали тогда и сказали «согрешили мы пред Богом». То есть вот услышали слова Бога, да, вот история закончена, возвращайтесь, люди говорят, обращаются к Моисею и говорят «согрешили мы пред Богом». Однако посмотрите последующие действия, тот же 41 стих. «Пойдём и сразимся, как повелел нам Господь Бог наш. Припоясались вы каждым ратным оружием своим и безрассудно пошли, чтобы взойти на гору». Знаете, вот печаль ситуации состоит в том, что именно к этому Бог когда-то призывал. То есть именно к этому Бог призывал. Только теперь то, что когда-то посчиталось бы делом веры, действием веры, друзья, а теперь это было актом бунта против Бога. Народ вооружается, направляется в горную страну. Моисей, Бог его снова послает народу предупредить этого не делать. То есть они нападают на тех, кого боялись всего лишь короткое время назад. Однако, друзья, то есть у этого события есть и духовные последствия. И духовные последствия, они более трагичны, чем физические. Народ прошёл эмоциональный путь от отчаяния до уверенности в себе. Они возвращаются в лагерь. И когда они вернулись, Моисей вспоминает плач народа перед Богом. То есть люди начали молиться. Люди начали молиться. Только теперь, друзья, слух Господа был закрыт. Только теперь Бог не слышал молитвы кающихся людей. Бог не слышал молитвы кающихся людей. Ну вот теперь некоторые выводы, друзья, и мы попытаемся, знаете, сблизить эти контексты. Хорошо, если это проповедь Моисея. Если это наставление Господне, которое мы призваны полюбить. Вот какие уроки получили люди, которые слышали это. То есть это не было то поколение, о котором говорил Моисей. Это были дети поколения, о котором говорил Моисей. То есть что хотел он нам передать, друзья. И вот ответ можно классифицировать, задав два вопроса. То есть что мы узнаем о Боге? Или что Моисей рассказал этим людям о Боге? И второй вопрос, что мы узнаем о Божьем народе? На первый вопрос отвечает, знаете, вот яркая метафора, что Моисей говорит этим людям о Боге. Моисей учит о Боге. И вот он как бы говорит вот из опыта вот того поколения, которое погибло. Пожалуйста, запомните, узнайте образ Бога. Дело в том, что вот Бог в воспоминаниях Моисея, Он представлен как Отец. Да, друзья? В воспоминаниях Моисея Бог представлен как Отец. Посмотрите 31 стих. «В пустыне сей Бог твой носил тебя, как человек носит сына твоего». Это вот образ Бога в разуме Моисея, образ Бога, который Он передает людям. Отец несет сына своего в пустыне. То есть помните это о Боге, Он говорит. Люди, ну вот эти вот второе поколение, готовы войти в опитованную землю. Он говорит, пусть вот этот образ Бога запечатлится в вашем разуме. Это Отец, который несет своего сына. Вот так было с вашими родителями. А помните об этом. Однако, друзья, вот об этом удивительно рассуждать. Израильтяне узнали, что Божье Отцовство имеет две стороны. Братья и сестры, Божье Отцовство имеет две стороны. Тот, кто оказывает милость своему сыну, несет его в пустыне, он также гневается, когда его сын бросает вызов и отказывается доверять ему. Господь услышал и разгневался. Бог наказывает своего сына. Друзья, и когда это наказание, дисциплина не помогает, Небесный Отец остается глух к стенаниям мятежного народа. Вот посмотрите, 45 стих. Возвратились вы, плакали перед Господом. Плакали перед Господом, друзья, молились Господу, но Господь не услышал вопля вашего и не внял вам. А не слышал Бог молитвы этих людей. Ну, друзья, вот в Новом Завете Иисус учит своих последователей обращаться к Богу как к Отцу. Вот давайте вспомним некоторые детали молитвы отчина. Друзья, не введи нас во искушение. То есть мы как бы говорим, Господи, ну вот неси нас по этой пустыне. Не введи нас во искушение. То есть пронеси нас по этой пустыне. Мы молимся, избавь нас от лукавого. То есть мы, Господи, просим, сражайся за нас в битвах. А мы просим, дай нам хлеб наш насущный. Однако, друзья, тот же Новый Завет напоминает нам, что у Божьего Отцовства есть другая сторона. Господь, кого любит, того наказывает. Он бьет всякого сына, которого принимает. Вы знаете, вот в рассуждениях апостола Павла в послании к евреям, он говорит о Христе, который перенес страдания недостойно. То есть он не был достоин страдания и перенес их. И он предупреждает, друзья, вот неудивительно, что усыновленные сыновья, то есть если его родной сын перенес страдания недостойно, он говорит, не удивляйтесь тому, что усыновленные дети иногда терпят Божью дисциплину, иногда Бог дисциплинирует нас с вами. А следующее, друзья, учение о Божьем народе. А вы знаете, вот хотелось бы сказать, что совсем немногие отрывки Писания дают более полное исследование человеческого безверия, именно вот что из себя представляет безверие человека. Друзья, мы с вами говорим о верующих людях, о верующих людях, у которых оскудела вера. То есть как происходит оскудевание верующего человека? Может ли такое произойти, друзья? Мы с вами читаем, да, может. То есть как оскудевает вера человека? Мы с вами слышим о верующих людях, о людях, которые знали, что такое быть искупленным из Египта и все-таки погибли в пустыне. Это тоже очень важная весть и уже и Нового Завета. Смотрите, друзья, из чего приходит неверие, да, друзья, или вот где вот начинается в нашей с вами жизни, где зарождается безверие, где наша вера начинает слабеть. Вот очень интересно вот на это посмотреть, это зрение. То есть безверие начинается от ошибочного зрения и выражается в этом ошибочного зрения. Теперь попробую объяснить, что это значит. Почему так говорю? В первой главе Моисей очень много подчеркивает мотив зрения человека. Не один раз он повторяет буквально и образно «вы видели». То есть другими словами, вот Моисей говорит, пожалуйста, вспомните свой опыт. Вот опыт вашей жизни. Вы имеете глубокий опыт, богатый опыт. И вот были те вещи, которые вы хорошо видели. Я напомню, друзья, Моисей говорит, вы видели страшную и великую пустыню. Это было частью опыта жизни израильского народа. Он говорит, что разведчики исследовали и увидели обещанную землю. Дальше он говорит, что народ увидел плоды, которые доставили разведчики. А он говорит о том, что разведчики видели сынов инаковых. Они увидели доблестных воинов очень высокого роста. Моисей напоминает, вы видели, как Бог сражался за вас в Египте. Моисей напоминает, вы видели, как Бог носил вас в пустыне. И он напоминает и говорит, неужели вы не помните, что в пустыне вы всегда видели дорогу? Он говорит, вы всегда видели дорогу, Бог всегда показывал вам путь в пустыне. То есть он говорит, вспомните опыт. Братья и сестры, это жизнь каждого из нас. Неужели мало Бог сделал в вашей жизни? Или как много Бог сделал в вашей жизни? То есть очень богатый опыт народа. Да, вы видели препятствия, Моисей говорит, и было много препятствий. И высокие люди, и пустыня, и пищи не было. Но он говорит, вы видели помощь Бога на этом пути. Сколько много вы увидели, друзья. И вот неверующие глаза, они избирательны в том, что позволяют зарегистрировать в своем сердце. То есть мы с вами видим многое, друзья. Но важно то, что остается в нашем сердце. То, что мы запечатли в нашем сердце из того, что мы видим. И вот неверующие глаза, друзья, остались слепы к божественному, милостивому проведению. И они видели только препятствия, а Бога не видели. Ну вот язык Нового Завета, друзья, как все перекрикается, посмотрите. Апостол Иоанн призывает, дети, вы от Бога. И победили их, потому что тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Друзья, вот этот отрывок, он, может быть, как ни другой, учит нас многоликости и безверия. То есть сколько лиц есть у неверия. Вот от того, когда теряется веру верующего человека. Согласно словам Моисея, друзья, безверие подавляет истину. Вы не верите Господу Богу вашему, вы не поверили. А безверие выражается в упрямстве. И будьте против Божьего повеления, остайтесь непослушными Божьему повелению. А безверие выразилось в том, что они роптали на Моисея, роптали на Бога. Друзья, они также роптали на своих братьев, на тех, кто расслабил их сердце. То есть друг на друга роптали. А неверие выражается в страхе и потере нервов. То есть Моисей несколько раз говорит людям, не бойтесь, не страшитесь. То есть люди нервничали, люди переживали. И, возможно, друзья, неверие, оно, как я сказал, выражается в очень трагической потере памяти. Люди забыли, как они вышли из Египта. Люди просто забыли, как Бог вывел их из Египта. А в этой книге Моисей, знаете, будет неоднократно обращаться к тому, что можно называть богословие памяти. Знаете, в каком смысле? Как много будет встроено в культурную жизнь истральского народа для того, чтобы люди помнили. Вы знаете, это вот настолько важно было для евреев помнить вот свое прошлое. Ну, друзья, если спросит у тебя сын твой, то есть родители должны были помнить, знать свою историю, отвечая, скажи, отец мой был странствующий ремьянин. Друзья, это было встроено в жизнь еврейского народа. То есть они очень хорошо многое должны были помнить. То есть не забывайте, что Бог делает в вашей жизни. Не забывайте того, что делает Бог в вашей жизни. Вы знаете, безверие предполагает, что простое произнесение покаянных слов вызывает благосклонность к Богу. То есть, вот, знаете, для покаяния недостаточно сказать, согрешили мы пред Богом. Евреи сказали это, вот то поколение, которое обращается Моисея, не сказали это, друзья, но все равно остались непослушными по велению Бога. То есть, друзья, Бог ценит послушание больше, чем плач. А безверие, ну, порождайте, уже сказал об этом. Вот отчуждение от Бога настолько острое, что Бог отказывается отвечать на молитвы Просителя. Давайте будем помнить об этом, братья и сестры. А безверие порождает отчуждение от Бога. Настолько острое, Бог отказывается слушать наши молитвы. Это 45-й стих, друзья. Возвратились и плакали пред Господом, а Бог не услышал вопля вашего и не внял вам. То есть, хотите, вот ответ, а всегда ли слышит Бог слова молитвы верующего человека? Друзья, не всегда. А иногда уши Господа, слух Господа закрыт для наших своих молитв, когда в сердце нашем сами есть неверие, есть безверие. Тем не менее, друзья, тем не менее, мне очень хотелось бы оставить вот именно вот такое евангельское повествование с Евангелием. Хорошо. Вот несмотря на общее неверие Израиля, вот в любое время, да, вот, и Моисей тоже об этом скажет, есть верный остаток. Есть люди, которые верны с Господом. И вот в этом случае мне хотелось бы обратить внимание на человека, которого он называет Халев. То есть, Халев Иисус Навин. Ну, давайте сегодня поговорим о Халеве немножко. И вообще, вот, присутствие Халева, то есть, община, да, и вот два человека, или община и один человек, они показывают нам, что с самого начала истории израильского народа существовало два Израиля. То есть, был один этнический Израиль, который участвовал в исходе из Египта, они говорили о своем происхождении патриархов, считали себя, ну, автоматическими наследователями обетования. И были истинные израильтяне, которые, вполне возможно, не были от израильского народа, но люди, которые обладали Духом Божьим. В книге чисел, друзья, Бог говорит, что вот именно у Халева был иной дух. Помните этот известный библейский текст «Арбама и у Халева за то, что в нем был иной дух». То есть, вот, Бог отмечает, что у Халева был иной дух. Ну, это может означать просто, что нрав Халева отличался от нрава остального населения, но более вероятно, друзья, вот, иметь иной дух, или что подчеркивает Бог, это было обрезание сердца человека. То есть, вот, сердце у Халева было обрезано, не только плоть, у него сердце было обрезано. То есть, Бог пересадил сердце этому человеку и вложил в него вот свой дух. Вот почему я говорю о Халеве, друзья? Вот стоит отметить, что в Священном Писании происхождение Халевы остается под вопросом. Был ли Халев израильтянин? Друзья, дело в том, что в одной из родословий Халев назван кенезиянином. Кенезиянином. В одной из родословий Халев назван кенезиян. Друзья, это языческий народ, который жил в Палестине во время, когда жил Авраам. То есть, вполне возможно, что Халев принадлежал семье празелитов. Может быть, не сам Халев, может быть, не его родители, но вполне возможно, дедушка или прадедушка. Они когда-то были язычниками и присоединились к израильскому народу. Я думаю, друзья, именно эта деталь, вот она настолько возвышает эту благодать нашего Господа. То есть, были люди, которые прошли исход, люди, которые принадлежали к израильскому народу, принадлежали вот как нация. Но Господь говорит, у него есть остаток, есть другие люди, и не всегда они принадлежат именно, идут по поколениям от израильского народа. Но вспомните, пожалуйста, апостола Павла, не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце по духу, а не по букве. Ему похвала не от людей, а от Бога. Ну и последнее, друзья, это современное значение, значение для нас с вами. После того, как израильтяне покинули Египет, они столкнулись с рядом испытаний своей веры и верности Богу. С своей стороны Бог показывал верное присутствие на каждом шагу. В Кадес-Варни, вот как только первые поколения израильтян пришли, вот границы обетованной земли, Моисей призывает народ положиться на Бога. Он призывает людей верить Богу, доверять Богу. Во все времена христиане сталкиваются с представителями царства тьмы, которые всегда будут стоять на нашем с вами пути. Препятствие выполнению тем делам или той миссии, которая призывает нас с вами Бог. Друзья, конечно, наши с вами враги – это неконкретные люди. Но вот посмотрите, какую картину рисует апостол Павел, картину нашей борьбы. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом, могуществом силы Его. Обрекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было встать против козней дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите всеоружие Божие, чтобы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. К сожалению, друзья, подобно Израилю, церковь община или христиане как личности могут оказаться неверными. Когда мы более впечатлены силой нашего врага, чем силой нашего Господа и ресурсами, которые Он предоставляет своему народу. Друзья, мы с вами сегодня прослушали какую-то часть проповеди Моисея, где Он наставляет нас с вами, где Он предупреждает о высокой цене неверия. И предупреждает нас с вами от того, чтобы наша с вами вера оскудела. Да благословить и сохранить нас с вами Бог. Аминь.